Киев Ми сьогодні в гостях учасника бойових дій Акименко Андрія Прокоповича. Андрій Прокопович любязно нас зустрів і готовий розповісти про своє бойове минуле, ну як захоче, то про сьогоднішній день. Андрій Прокопович. Ну, сначала ж мене як освободили нашу територію. Де ви жили? Я жив, тоді Сталинська область була, де Донецька, а тоді вона ж була Сталинська область називалася. Сталинська. В якому місці? Городі чи село? Та село тут аж, село називається Грудського. Золотий колодець там є. А скажіть, будь ласка, як освободили, це в 43-му році чи коли? Ну так, 43. Скільки вам тоді було? Це зараз вам, можливо, і це вже 9, тоді в 43-му це було. Скільки було? З якого ви року? З 26-го. От і читаємо. От і читаємо. От і читаємо. 14 плюс 3, 17 років. Да. 17 років. Ну, хвопити. А це я із того села Лазаревського попав аж у Баку. Там було, ну, молодь збирали таких, це як я. Отправляли і я попав у снайперську школу. Там була снайперська школа спеціальна. І ото там я провчився трохи, постажировали нас. І приїхали покупці, так як обично, із передової, із фронту. Приїхали набирати нову силу. Зрозуміло. І ото я попав, забрали мене. І попав я. Ріка Висла. Це перед Польщою там. На ріку Вислу. А то там. А яка частина була? Частина 301 гвардейська сталинська дивізія. Мотострілкова дивізія? Стрілкова дивізія. І ви там були снайпером? Та, снайпером мені не прийшлося, даже снайперською. В мене приїхали покупці, отого вистроили нас там в училище. І от. Тобі шаг вперед, тобі шаг вперед, тобі шаг вперед. А ким же ви були? Ким вас зали? Ага. Взяли і я попав у свясть. Связістом? Связістом. Воєнним связістом. Попав у свясть, а то мене забрали в свясть. Я, ну, сьогодні до кінця воєння. Учаснили в бойових дійствах? А як же, об'язательно. Де путь пройшли? Адвісли і де закінчили? Адвісли і закінчили взятіем Берліна. Ось так ось. І Берлін я брав. Так 9 мая ви зустріли де? В Берліне? 9 мая, 9 мая, да, в Берліне вже зустріли. Уже не в самому Берліне, але війна частина був наші місто, а в Потсдамі. Є такі? Є такі, да. У Потсдамі. Ну, а я теж після війни ще прослужив ще 5 років ще прослужив в армії. Ну, а потім дембелізувався, дембелізували нас, дембелізація аж проходила. І я попав під дембелізацію, в своє сало приїхав, там трудився. Андрій Прокопович, а скажіть, будь ласка, от ваші бойові нагороди. Сама верхня, це зірка, так? Червона зірка, ордін червоної зірки, так? Красна, так, ордін красної звізди. За що ви його держали? Так. Прорив, як прорив робили на віслі оборони, оце, я ж там участвув у прориві оборони, оце за ордін красної звізди мені дали. Ну, так ж просто не давали. Так, ради Бога. Щось ж ви, мабуть, якесь совершили, подвиг, так? Так, подвиг особого. На Градному листі що написали? За мужество і отвагу? За мужество і отвагу. Ну, я ж не сам, там воїнська частина була. Тисячу, тисячу півдесят перший стрілковий полк, оце ми віслу форсували, брали. І в тому числі ж я, і нас це ж награждало, оце ордін красної звізди. А ордіна отечественої війни, у вас два ордіна отечественої війни? Ну, один ордін отечественої війни за воєнні дії, це вже, як, уже ж ми штурмували Берлін, брали, все, оце ордін отечественої війни. А то, уже в мирне време, тут наші вже награждали. Понятно. А оце у вас, я дивлюся, снайпер? Оце ж я вам кажу, де я учився в снайперській школі. Так, це за те, що училися снайпера? Так, учився на снайпері. І вам одразу давали цей значок? Значок давали, так. Ну, снайпером ви, зв'язістом були, так? Так, а попав, приїхав, покупець, зв'язістом, їм треба зв'язістом були. І ото я у снайпери не попав, а попав у зв'язь. А який саме такий бій? Пам'ятаєте якийсь бій такий? Я вам запам'ятамся. Якийсь епізод свого бойового… Фронтовий епізод. Так, може щось інтересне таке, скажіть. Десь, може, поранені були. Щось бачили, щось чули, щось десь… Якусь потрапляла історію. Воїнська частина наша… Я ж у зв'язі був. А… і… Порив… Порив на лінії. На лінії зв'язі порив був. І… Командір роти… Сам, що лейтінант, як щас помню… Товстоліс, фам'їлия. Товстоліс. Товстоліс. Ну, там… Читанки воно ж двигались і тонки, і… І підводи… І порвали свят. Свят порвали. І він мене посилає на… Устрінення порива. А то я… А то я, значить… Прийшлося і ползком, і… У руках провод… Провод порватий вже був. Один конец… Катушку стягнув. Щоб же соєдинить. О. І другий конец, треба ж найти. Потому, що там… Чи підводи, чи що… Ну, в общем, порвали свят. О. А то мені прийшлося порив той справляти. О. О. Ну… Понятно. Як… Справи порив, свят наладилось. А як в село сюди ви приїхали? Як потрапили сюди, в Погонівку? Що вони кажуть? Скажіть, як ви в Погонівці сюди вже жите? Як ви… Після війни… Як в Погонівку потрапили? Після війни які працювали? Після війни я… В Погонівку потрапил я тут… В механізацію… На тракторі… Трактористом, да? Трактористом робив. Понятно. Трактористом робив. Прокопович… А рідні є, діти, родичі? Є, одна… Доця моя живе… У вас там, у Барвеновки… О, там трьохэтажний дом за поліклінікою… На Котовскі… Долгополова Галина Андреєвна… Трактористом робив. Одна доча… Уїзю бежала… Таня… Ну, навещають вас? А як же… Я їх… Чи ви їм чеки картошку вважаєте? Город держат, це їм картошку снабжаєте? Обязательно. Оце боєві… Оце… Точно… Боєві… Боец. Понятно. Ну… Виживаємо… Тяжко, Але жити нормально… Живемо… Так… Понятно… Дивлюсь і палити, і город, і все… Так… Тож мене… Я там… Картошечку сажаю… І бакші трохи сажаю… Ооо… Понятно… Труднюсь потихеньку… Як 9 травня… Як 9 мая будемо зустрічати? Та готовляться там… Грибочок… Грибочок… Ми там були… Були, да? Да, були… Ремонтують… Ну 100 грамм наркомовський візьмете чи ні? На 9 мая? Чи не… Важна память, да? А ні з ким со своїх побратимів… Сослуживцями… Ні з ким… Не підтримуєте связь? Не… Немага… Немага… К сожалению… Фотографії в мере є… Связь… Связь… Ну… В общем… Не держу связи… Ну… Ми записали там, де Ви служили… Ми попробуємо… Може получится… Якось… Зараз є в інтернет… Поиски там… Сослуживцям… Попробуємо через Вашу фамілю… І через номер Вашої воїнської части… Попробуємо… А вдруг хтось… Десь щось… Так… Де хтось живий ще є… Так… Андрій Прокопович… Дякуємо… Здоров'я вам… Хороше настроєння… Воно у Вас є… Молодцом держитесь… Правильно… Так держать… Вибачте, що ми так… Та нічого ради Бога… Нам дуже приємно… Повчаться… І бачить Вас живими… Здоровими… Ви знаєте… Їхали сюди… Попробували… Бог його знає… Як людина себе чувствує… Коли під'їхали до пам'ятника… Спитали про Вас… Та ось стільки… Що пуп… Що… О… Постараємся… Не забудь… Хорошо… Все… Все… Заступаю через ряду… Зараз ми… З головою Грушеваскої сільради… Олександром Івановичем… Находимося на подвір'ї… Учасника бойових дій… Демиденко… Івана Трахимовича… Іван Трахимович… Ви воювали… Про що свідчать Ваші нагороди… Скажіть, будь ласка… Де почалася для Вас війна? Наш раз… Нас одразу… Послали у Хильванді… Це в якому органіці було? Там ми в Хильванді… 46 років… Там ми в Хильванді не воювали… А там пловар був… Вони відходили… А ми… Займали позицію… Займали позицію… Дякую на місце… До Привіно… Тоді… Помню станцію… Я вінциндор… На Зарузь… Яке перебрасую… Займаю… Перший український охоронок… Ось… І ото я пройшов… Значить… Там обогоні простояли… А далі пішли наступлення… І ото я… Освобождав Польщу… Повністю… Германію… Ось у мене в руках… Вибачаюсь… У мене в руках довідка… Красноармійцю… Демиденко… 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 Іван Трахимович… Приказом Верховного Гамаровича Марша Советского Союза… Товарища Сталіна… 27 января 1945 года… Номер 259… За участие в боях… Повладение крупными центрами… Домбровского угольного района… Городами Сосновец… Бензин… Домброво-Гурне… Челезь… Домброво-Гурне… 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 На берегі… Домброво-Гурне… 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 За тяжелый воинский труд… Хорошо… Пан Трохич, ну расскажи что-то… Из случая… Из эпизод… Сидали мы в обороне… По-моему, в Польше, чем в Германии… От… Я був тоди… Роторозведчик… Хочь звод розведчика… 40 человек… Полкового… От… Нас послали, пулеметчики… Не давали нам спокою… Линия обороны их наша близко была, кричем он на них, они витые кричать, чуть было все. Вот, и не дают спокоя, и нас в два часа ночи послали, тихенько, сельби никакой ночи не было, тишина, вот, немцы нас не ожидали, вот, пришли мы, прямо в займе к сельбе, прямо пришли, а они за пулеметом куняют, спят, два, а там и дают немцы боячейка все делать, ну, с вас уже не понятно. Их взяли, оп, и тут ты, а то дитей уже, как расшлепали, как начали ракеты кидать в олога, видно нас, начали выйти, а мы отстреливаемся, ну, и что, там несколько человек ранитой в голову, а то вышло. Ну, разные эпизоды были. Ну, вы их плем взяли, и до своих, их забрали, это же полковая разведка, самая тяжелая разведка, самая божья. То есть было вступаемо в лимон. Понятно. Вот, а тут я уже перейшел, я по Нажаново, я лежал в госпитале, у Катовицах, у Польши, вот, у меня в руку внуло, вот, люди уже с госпиталя выписывали, а с каждого полка, вот, поздоровлюсь из первого батальон, а то есть с каждого полка приезжают, кто такого-то полка, есть ли ты, есть, забирал, а я обратно попадаюсь в свой полк. Для своих побратимей. Да. Ну, вот это уже, их час, пока я побывал, их час уже оценивался. Понятно. Понятно. От всех нас, от всего района, от всех жителей, от вообще. Большая благодарность вам за ваш подвиг, за то, что вы тогда сделали, после войны працювали, и зараз еще двигайтесь. Картошечку, здоровья вам, хорошего настроения, и с наступающим праздником. Мы находимся в садибе гончара Ивана Илларионовича, учасника боевых действий, село Велика Камышева. Иван Илларионович, вы воювали, скажите, пожалуйста, где у вас началась война? Под Херсоном. А где под Херсоном? Ну, я просто скажу, что там на Днепре, в Плавнях, там Плавнях, сразу идет речка, как же... Нингу? Не. Конка. О, Конка. А потом же там, позже... Вчарата. До того тоже есть. До Днепра. От Конки до Днепра там тоже был... В Плаве. Остров. Вот на этом острове. Сколько вам лет было? Мне было 17 лет. В 17 лет. В кем вы воювали? А? В кем вы были? Какая специальность военная? Ну, такой же, рядовый. Стрелок? Стрелок? Да. Стрелок. А призывали вы где в армию? В 43-й. А забирали где вас в армию? В Донбассе. На Донбассе? А где из Донбасса? В Буденовска района. Понятно. А из Херсона? Куда вы дальше пошли? Ну то же там двигались. Как раз там Херсон был еще занятым днем. И мы туда двигались, чтобы его освободить. Ну там была сильная. Сильный обстрел. Мы перебрались на Туяду. Сильный был обстрел. Мы не могли перебраться через что-то. Я не знаю. Как они остальные перебрались? Ну я попал под обстрелом. Там меня ранили. Разбили ногу. Меня забрали. В Сан-Роту там вот что-то. Вделали. И в Сан-Полевый господи. Там сделали. Тут пополнение кров уже сбегло. Я не чувствовал ничего. Добавили крови. Я отправил в госпиталь. В Мелитополь. А после госпиталя где? Сейчас. Потом в Мелитополь. Там у нас была что-то в ногах. Не то, а разбитка. Месяц пролезло в госпитале в Мелитополь. А получалось заражение крови. Там кровом рана. В Мелитополь. И в Мелитополь. И пощадлево. Ну что ж не скажу, что она придется в пунктирование. Но не хотелось. Сказали, что что-то делать. Помирать тоже не хочется. Подрезали ноги. И отправили. Потом еще там полежал с пів месяца. Наверное. Отправили в Грузию в госпиталь. Добавил в госпиталь. Как из Халтуба. Халтуба там подлечили. И его издали. И отправили в госпиталь. А где у меня все является полежал? Ну, працював снова обликованцем. Да. Обликованцем, понятно. А сюда я так перейдил. Сюда в 1948 году я тут працював и обликованцем. И еще и грузчиком пробил. Все было молодость. Они смотрели, что тут колейка без ноги. Посылали грузчиком, и грузчиком робил, и все робил. И худобу годовал, и все робил. Понятно. Ну, надо же положить. Надо же заработать. Иван Владимирович, скоро 70-летие победы. 9 мая, праздник. С каким настроением вы встречаете? Я нужна церковь. У меня очень похоже. Я ходить не могу. Может, хочется побуть на митинге. Хочется побуть. Глаза не видят по синячему. По синячему. По синячему. Чуть-чуть, чуть-чуть. А так, малышка, калитка. А то открыто видно. Як закрыто, калитки не видят. Ну, сельский глава сказал, что организует, подвезет и будете вы на митинге. Спасибо ему. Он очень хороший человек. Всегда меня приветствует на 9 мая, привозит туда и назад. И Николай Сергеевич не забывает, да? Да. Чтобы не забывали. Понятно. Добрый. Иван Леонидович, спасибо вам большое. Здоровья вам, хорошего настроения, долгих лет жизни. Самое наилучшее. Дай Бог, я тоже хочу дожить до того, что когда она так кончится война. Кончится, кончится. Когда она кончится. Все просто невыносимо. На месте людей бывают там и все так, как и мне. Кончится. Иван Леонидович, спасибо вам. Спасибо, что уделили внимание. Спасибо Николаю Сергеевичу. Спасибо вам. Вашей родине. Мир в родине и в целом в нашей Украине. Самое наилучшее. Сейчас мы находимся на садибе щитовой женщины. Задорожней Надеи Кириловны. Участница боевых действий. Орденоносец. Посмотрите, какая садиба, какие хорошие цветы. Надея Кириловна, перед день великой перемоги 70-ти годов, расскажите, как начался у вас бойовый шаг, где вы начали войну, где воювали. Будь ласка. В 1943 году добровольно пошла в военкомат. Через военкомат мене направили в запасный полк. В запасном полку мне предложили быть секретарем. Писарем. Но я утекла. И с теми, которые шли на фронт, как раз нас направили в бригаду, что шла. Второй Украинский фронт. Шестая Орловская дивизия. Я попала в 333 стрелковый путь. Мы начали бои около Днепра. Первый бой, где пошло меня. Днепро. Война кончила. Днепропетровск, Киев, Херсон, Запорожье. Не помню. Не помню. Это нужно было писать. А сейчас кончили войну. 9 мая у нас были там. В общем, я делала телефон. Все время было телефонами. И вот у нас погибли связисты, которые налаживают линю. И мне пришлось идти как раз под Прагою. Идет на двор великий дош. На меня сапоги, знаете, какие? Пирзовые, широкие. Плащ, палатка наверху. И вся вода лится в заповедку. Далеко я отшла от того места, где мы были под Прагою в лесе. Я слышу, стреляют там, где наш штаб. Как раз формировали все. Я влякалась. Потому что у Праги были партизаны. И они были в Кольце. А наша армия уже в дивизиях. И еще раз обошла. Это значит прорвались. И немцы. Там и немцы, и итальянцы. Там много было. И ты боишься. И вертаться мне никуда. Приходят и меня встречают. Надя! Надя! Война кончилась! Плачу! Господи! А я думала, что прорвалось. Су слезами. А командир полка, подполковник Бурахин, был тяжелородистый. Но он наш полк не бросил. Заходь! Что ты там? Я разуваюсь. Вода ты еще. И говорит. Надю! Что не вода? Это твои слезы. За войну. Мы были на формировке до 24 июня. Под Прагой. От Тиля через весь Советский Союз нас направили на Японию. Мы не были. В Японии. Мы не были. И шли через большой и маленький хинган. Великий хинган. Подъем 200 километров. Так же и спуст. По пустыне. На самолетах пролетелем командующих. В то время уже нашего командира дивизии забрали в Академию преподавателю. Молодой был. Дорога не моя. А где мы наступили, следом за нами песок за горную дорогу. 23 дней у нас не было продуктов. Если бы случалось, что где-то появились, я даже не скажу, кто в нем мужчина с маленьким бутом? Овец. Кто они нам дарили вовцу? Но оно жирное. Чистости воды нет. Из этой воды, которую иногда наберут из гор. Варится. В накоплении. И через несколько часов у нас был сам монгол. Командир батальона. Вон по их балаку. Вон знал, как можно поделить на этих кусках воду. Когда мы смотрели, 13 километров было. Вот точно иначе. Послали вперед сапьорю. Викопали они, а мы туда плывем. На нас уже сапоги немало. Одни подошвы. И ранти осталось. Это вот такими кусочками выпало. Командир полка часто смеялся с нас. Девчата, вот мы дойдем в Японию. Я обязательно закажу кремль. Чтобы вам почистить сапоги. И они точно таки же будут, как и были. Но это было, понимаете, шутка. Представьте себе полк. А у нас только две девчатки телеконисты. А в госпитале и врачи все поехали поездом в другую сторону. На встречу. Боже, вы бы видели, как умирали солдаты без воды. Мы еще после того, как треть полка там погибло. Наверное, недели вошли. Мы чуть не дошли до Китайской стены, как Япония сдалась. Обязательно. Радист упомянул голос из дивизии. «Шукают нас, где мы». И сказали, где можно хлеб усяк. У нас 23 суток хлеба не было. Радист передав мне, я командиру полка звоню. А парни ж тут рядом. «Надю, бре что ж. Нема недо никакого хлеба». И вот привозят хлеб на вербиду дашь. И дают солдатам по трошку, по трошку. Не только того, что его мало привезли, а того, что боялись. Трусящи руки. Боялся, чтобы крик и хлеба до долу не выпало. Так как ты не захочешь? Витиля демобализировали я. В военкомат пришла 6 ноября 1945 года. Всего-навсего я еще 7 классов закончила. Безграмотно. Но как закончилась война в Японии, приехал наш новый командир дивизии. Молодой. Кто он подполковник? Не знаю. И предложил, девчата, у нас есть Такое предложение из какого-то там института. Взять вас учиться. Ой, Боже, по моему ванну где? Господи, и что мы сказали? Что мы хотим домой. Мы хотим домой. И маминных порогов поездить. И так закончилась моя карангера. Это же вам сколько было тогда? 19-й год пішел. В мои. Только 19-й год пішел. И что вернулась. Правда, хорошо стрелы. Зараз так не встречают. Я еще только в две руки шла. Я тоже пришел председатель совета. В него записка, что мне там дадут. Брусок мило. Килограмм сахаря. В литру аллеи. И предложат работать. Но я там не осталась. Перед райком партии мене направили в биткомбинат. Там я стреля свого человека. Хоча я его знала. И еще и воины. Я работала на многих работах. Куда меня только не посылали. Я была председателем муравкопа. Я была касательщиков. Я была нарядщицей. Я была просто на рядовых работах. До ярко их была. На ГСМ я проработала в 17 годах. Я не получила ни одного замещения. Я сама ездила. И говорила о том, что они считали на работе. Особенностей там, на центральных складах ГСМН. Вот такой мой путь. Скажите, пожалуйста. Какими орденами вы нагорали? Я их не пересчитываю. Давайте покажем. Отечественной войны нет. Красная звезда. За отбаву, за бою и за сухи. Это не горден. За дорогу, за Будапешт. А вы под Будапештом были? Мы в Будапеште даже были. В Будапеште. Именно тут Русю привезли. Так вы освободили Будапешт, да? Да. Наша дивизия. Мой отец был контужен под Будапештом. Царство небесное. Так что, может, где-то и встречались. Может, встречались. Понимаете? Как? Часто снялся меню погибшим. Хоч я и не была медсестрой. Одно время нас на отдых послали в госпиталь. Чтобы метрофор дыхнула. А ну-ка. И по 24 часа дежурили. И на линии ходили. И в окружении, где погиб наш лейтенант с линейного взвода Сутуя. Спасибо, Надюха. Дуже спасибо вам. Спасибо. Здоровья еще. Мы находимся в гостях у участника бойових дій жителя села Курулька Яковенко Григорія Павловича. Григорій Павлович, скажите, будь ласка, когда и где началась война для вас? Как началась война, я в Харкове был. Нас перебивали туди, я ездил. Шесть месяцев там был в Харкове, как война начала. А тогда нас, кто-то сенклассов кончил, призвали в военкомат. На такое число назначили, чтобы мы сошлись. А мы сошлись, а военкомата уже нет. Уже поехали. Приехали. Так я додому добирался. Три вагони уже было. Только в Лозову приехал. Кто-то майданчик. А в мене тільки хоп, милиція думала, что у меня в Майдане, чи рація, чи что-то. Ну, они подивились, махнули руку. Кто-то добився додому. А потом? Как на фронт попали? А потом уже с домом у нас. В военкомат? Как освободили в январе 42-го года, призвали в военкомат. А ж на кабань отправили. Почали держать оборону по Дюнці. А ким вы воювали? Минометчиком. Минометчиком. Ага. 82-го. Угу. Вот так. А тоді, от она, Славянська тоді. И мы там попали в плен. Нас забрали в плен. А то я и кончик. Шесть месяцев. А из плена где и как вы потом? А из плена мы жили. Нас призвали в армию. Так освободили из плена где? Ну, в Германии где. А где в Германии вы были? Ганово-Хвильская область. Город Парасенхаус. На шахте. До окончания войны, да? Так. Пока не освободили. Ага. Американцы. У нас американцы. У нас американцы. А когда домой вернулись? 13 марта 1947 года. Еще служили в армии после войны, да? Да. Я был в армии после войны. А где вы были в армии? Да, где вам сказать. Сразу там у Германии был. На пекарне был. А тогда нас в армии привезли в Горошево-Городскую область. Хоть в Луганскую. А тогда из Луганска Повезли нас в Кровоградскую область, в лес. Охраняли склады и охраняли. Понятно. Понятно. Как настроение перед 9 мая? А? Перед 9 мая, перед Днем Победы. Как настроение? Приедут дети, значит, буду встречать. Я не приеду, так и буду сидеть. 100 грамм, 100 грамм. Мы с Лидой Григоровной приедем по 100 грамм випьем, да? Приходим. Приедем, хорошо. Доброе. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. А мы еще до вас приедем. Витать вас 9 травня туда ближе. У нас для вас подарок есть от администрации. Принесем, хорошо? Все, Григорий Павлович, пока, до свидания. Григорий Павлович. Гадаю, что память про наших полеглих бойцов живет в каждой семье, в каждой оселе. Герои идут в вечность, но память о них остается. Скажите, пожалуйста, немного про человека своего, как воював, как защищал нашу родную батьковщину. Петро Костянтинович прослужив 7 лет, нагорожен багатыми медалями и орденами. Память про него никогда не забудем, мы за него памятатимем, но он будет в наших сердцах повечно. Дякую вам, спасибо за такого фронтовика, защитника Ветчизни. Мы все им благодарны за тот подвиг, который они совершили и подарили жизнь всем нам. Дякую. Сегодня мы в гостях участника боевых действий, глава Иосифа Левонтьевича. Йосиф Левонтьевич живет в селе Африкановка Гаврилецкой сельской ради. Уряд – глава сельской ради Тетяна Ивановна. Йосиф Левонтьевич, скажите, пожалуйста, где у вас началась война, где закончилась? Я был в Германии, меня забрали в Германию, был в концлагере, а потом из концлагеря на работу послали меня. И тут меня освободили, в 1941-1945 году освободили, и я сразу пошел воювати. Брали Дрезден, у меня даже благодарна Сталіна за взятие Дрездена. Мы ряд городов брали в Германии, а потом я был в армии, и даже в 1946 году был заправщиком на параде 1 мая. В 1946 году был заправщиком. Ни одна техника вся была заправлена моими руками. – Благодаря вам парад пройшел нормально, никто не остался без топлива, все проехали добре. – Да, 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 да. А после парада был на Курской дуги. Ну, в общем, самый главный для меня парад, это то, что вся эта техника была заправлена моими руками, продвигалась. – Йосиф Левонтьевич, а как вы попали в концлагер? – Да, да, у меня там жили, забрали. Забрали из Прасяного гон, забрали в Германию, а потом в Германии я убегал, и меня поймали и в концлагер. И в концлагері лупили, как сидоровку возлю. – А вы на правословості працювали, или в сельском господарстве в концлагере? Это помещик был, помещик. И мы как убегали, а мои хлопцы говорят, давай спалим помещик. А я им говорю, не трогайте, мы еще может попадемся. Точно. Попалися мы и прямо обратно до этого помещика. А в 45-м начале апреля нас освободили, и я сразу на танки. Мы брали Дрезден, Прагу. До 13 мая 45-го года власовцев перебежали. Власовцы убегали. Мы в 45-м году объявили, что война закончилась, а командир дивизии Булубуяров вступает. «Для нас война не закончилась. Из Западной Праги власовцы убегают, нам надо их перенять и уничтожить». «Точно. Тут мы на танки все. Из Праги на Запад. И 13 мая уже поймали мы власовцев, командующих. И еще 13 мая объявили. «Все, для нас война закончилась». И вот война уже и. А первый раз, как война началась, я стоял на посту картинной галереи Дрездена. «Дрездена. Дрездена. 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 А я на посту, мне нельзя. Я же охранник». «Дрездена. Дрездена. Дрездена. Война закончилась». «А как встречали день перемоги? Как? Я не понял. «Как встречали день перемоги? З кем?» «День перемоги? Так вот я на посту. Был как раз, когда появился сырьянина, вышел я и сказал, что закончилась война. А утром, Полуфояров, командир дивизии, для нас война не закончилась. В Западной Праге властелцы убегают до американцев. Мы должны перенять их и уничтожить властелцы. Знаете, кто такой властелец? Йосип, скажите, пожалуйста, это было 70 лет назад. Вот сейчас мы вперед день 70-летия Великой Перемоги. С каким настроем вы встречаете это святое? А что вам, сель-рада не допомагает? Я получаю хорошую пенсию. Одна, Йосиповна? Он, это сынок у меня, слава, хоть топил или что. Потому что я сам в состоянии не видел. А он уже зима проходил, у нас холодно в хату не было. То, что у нас огольок есть, он помогает. Йосип Льонкин, вот мы до вас приезжали на ваше 90-летие. Да. Бачили, я до чего выйду, бачили гарную, красивую вітальню листовку от Сельской Ради. Бачил. И сейчас она есть. И сейчас она есть. И я знаю, что не только листовками, а, наверное, немного материально помогает. Сель-рада 200 рублей мы нам дали. Это в том году. А в этом году я знаю, что будет больше. 1000 гривен. 1000 гривен. Бо вы один у нас остались. Сколько будет, все равно нам надо жить, гроши нужны. Вам не все с грошима. Я знаю, что и увагу до вас, и ходят, и вам допомагают. Тарганна Йосипевна працюет от Барвинкевского терцентра. Обслуговывает. Не знаю. Вот 1000 рублей от Барвинкова пришли на этой неделе. Это государственная. А теперь Сель-рада еще дает. Доехали, доехали. Мы не против. Продуктовые наборы дают. Да, еще будет это. Йосип Леонтьев, мы вам желаем счастья, здоровья, хорошего настроя. Сегодня у вас хороший настроек. Так держать дальше. Ваша память и вы треба для нашего народа, для детей. И я знаю, что Тетяна Ивановна никогда вас не обделит вниманием. Так, как и все другие. Самое вам самое лучшее. Дякую вам. Спасибо. Можно до вас концерт там пройти 9 мая? А у нас еще ветеранская организация. С наступающим Днем Перемоги. И всего вам доброго. Здоровья. И так держаться. У Кияновой и Тищенко Мария Григорьевна. Она живет на селе Гусаревка. Прошла война. Мария Григорьевна, расскажите нам трое. Про те роки. Что там рассказывать? Нема чего. У семьи дома. Сколько? Ну давайте я. Была на Примусове кругу так Мукомель, по-моему, называется завод. А коли їх, ну ходили, вони не доедали, не допивали. Ходили, просили їсти. Їм місцеві жителі давали їсти, давали. Так наїлась, каже, той рами маргарина, що вона її тут в Україні вже й дивитись не могла. А коли той, коли люди стали відтілять ікать з того завода, їх огородили проволокой колючей. І вже вони не могли ходити, просити собі їсти. А коли вже випустили, ой, а коли їх освободили, тоді вона пішла, закінчила курси регулировщика і пішла на фронт. Не поїхала додому, а пішла на фронт. Забрали. Це не так, що сам поїхав. Забрали, учили у воєнному діло. На фронтах у Якуніної Марти Корнієвна. Живає в селі Гусалівка по вулиці Шкільна. Марта Корнієвна, розкажіть нам. Я розкажу, як я потрапила. У 43-му мене забрали в Германію. А в 45-му, в январі місяці, 12-го числа, мене освободили. А коли освободили, ми всі в подвал позбігалися. Поляки там всі. Ну, передова там йшла дуже швидко. Я дуже близько куло границі була. А де це було? В Восточній Пусі. Як ми туди позбігалися, ну там вже повно було в подвалі. А ми прибігли. Послідні дві із нашого села. Ми рядом були в хазяїнів. Коли забігли сюди, так туди вскочила в подвал. А я щечок маленький лежав куло двері. Так я щечок перевернула та й сіла. А через, ну, може ж час посиділи. Ось чуємо гомін. Заходив туди на поріг три чоловіка наших солдат. Один старший лейтенант, один младший. А один такий дві зв'язочки великих і такий золотистих. І одразу спитали, чи німці є. Ну, з подвала. Я плечіма двинала, бо ми тільки прибігли, я ж не знаю. Він каже, а чого плечами двігаєте? Кажу, я. Ми тільки прибігли, так я тут не бачила, хто тут. А Бетіль сказала, що нема. Послав він туди з прожекторами цих. Бо солдат, вони полізли по подвалу, подивились, вийшли. Сказали, нема. А цей тоді старший каже, так. Хто може помочь Красної армії? Ну, хтось із подвала, я не знаю, хто хтось обізвав. Сказав, чи воювати? А він каже, та ні. На пікарню хліб пекти. Ну, а я, звісно. Я з дитинства рано всталася. Для Кручева навчилась. А я тоді схватилась і стою. Я ще кажу, я вмію хліб пекти. Він на мене глянує, я хода така, мала. Ну, взагалі, він мене до себе, як притулив, я його кожен день і споминаю. Так, як притулив, я йому якраз по пояс. А він каже, ні, ти, дочечка маленька, ти там не вробиш, там тяжело. Ми тебе візьмем санітарочкою. Підеш, піду. На його каз, запиши. Він записав. Нас записало шість чоловік. Дві з Харківської області і дві з Полтавської області. І оце я п'ята. А тоді ще вийшла одна, що настало семеро. Так, о, ті дві, що вийшли, так вони. О, діти, знаєте, завивків їх там. Ми так і знаєте сільфіз. А вони, роду, діти, шамадани рижі такі, кожені повні, щось у їх. Ну, записали їх. Записали, і він тоді цей командував старший. Тепер ви можете розходитися, а ці, що записалися, не йдіть нікуди. А отут будьте, бо у вас приїде літучка. Ну, я часто згадую ту літучку, бо у нас у Барвиновки такий автобусок ходить. Тоді в красний. Це точно такий, як нас з подвала брали. Вони приїхали, чи пішли, ну, з часу, а може і два сиділи на порозівці. А тоді приїхав оцей автобус маленький такий красний. Забрав нас і оп'ять нас сюди до границі повезли. Ну, привезли там лагер був, видно, такий оце, що поєнноп'єнне здорово, бо проводок і оце все. І двох-этажний домик. І одна деревина на углі здорова була, ну, той сказав шохвер, що то липа була. Що, її обняти нельзя. Тільки об'їдена, одне коренемане на її. Біла. Що я тут коло шохвера сиділа, така, о боже, так чого вони її об'їдали. Каже, а то ж дочу бідне наші солдатики об'їдали. Тоді вже я злякалась. Вилізли, зразу особий одяг пройшли. Розпитали, що ви, які батьки у вас, де ви. Розпитали, по одному брали, розпитали. І в медкомісію пройшли. Ну, одну з Харковської області. Маня була, я її вже забула яка, що я так до її зразу прилипла. Пойдеш близько, це Харковська область. Що нас з комісією як пройшли, так мені дали талончик такий зелененький, а в їй у руках красний. І медсестра її взяла туди в ті двері кудись повелася, а мене вивела до автобуса. А я в плач, така, ви чого Маню забрали? А вона, я коло автобуса, скажу. Дійшли до автобуса, яка вона хвора, а яка вона хвора, господніся, ти знаєш. Ну, посідали ж ми сюди, в цей автобус. І нас вернули назад у Восточну Пруссі, в місто Інстенбург. Приїхали ми туди, ну, часа півтора, мабуть, їхали. Що ми їхали, як і лісом якимось. А тоді, як доїхали, що з Яру так виїжджати на Бугор, так по праву сторону. Здання саме здорові, трьохетажний, чотирьохетажний, ворота, желізні. Ну, який ще городок, може, був воєнний. А по ліву сторону, тут так наклоном земля, нема нічого. І цвіти, саме цвіти, і видно, там вода протікає, так річечка якась протікала. Ну, троє дверя є добре заповнено, проїхали ці хворот. А четверте остановились. Остановились, і одразу ж старший лейтенант вибіг. І у ворота туди, ну, там же на проходній стояли. Він туди десь ізбігав, вийшов, відтіляв з мистецтвою. Вийшов, документи якийсь отдав їй. І тоді, ну, до сігдання дівчатку, я поїхала. Вони поїхали, а ця нас забрала, і ми так метрів, може, 50 пройшли по цю ліву сторону, домик двохетажний. Вона нас туди завела. Завела в ту сігдані на першому етажі шість коїчок. По заправлених, а хто там був. І сказала, цей майте, а кому не подобається, і на першому етаж лізте. Там є що. Ну, ми там і залишилися. Вже вечоріло. Времня ж багато вже пройшло. Ну, ми були, мабуть, до 9-го, а може, і більше. А тоді вона прийшла, нас забрала. Забрала. От веще сказала, останьтесь. Ні, одразу нас особе відділо, 5. Став гупать. По одному. Капітан там один ходив. Куренков, я її гарно запомнила. Так він по одному водив через дорогу туди, і то допрашували нам. Ну, цих дівчат, що це красивий такий. Раз визвали, а другий раз забрали. Ну, я вже після знала, як вже я з сестрою-хазяйкою робить стала. Так тоді у капітана Куренкова я спросила. Которий ж капітан? А де ти красу подівали? А він каже, то дівчата такі, що були в конної армії, в німецькій переводчиках. Ну, забрали тоді. От у нас залишлося п'яте. Ну, на другий день нас заставили вборку робити. Приїхали два солдати коняками. Їх озвон був у цього госпіталя. І ті коні були, і корови були. Він, вроді, числився цей госпіталь прихронтовий. Що воно за хронтом вони йшли, значить. Як приїхали два солдати, коняк привели і ящики попривозили. Ми замітали, вони, видно, тільки недавно уселились сюди, бо таке грязно. Ну, вбирали ми там, вимітали, вигрібали, все робили. Ну, чотири дні це. Позамітали скрізь. А тоді приходить утром, вже ж тих дів забрали нема, а нас оці стільки осталось. Приходить медсестра утром рано тоді. Хто буде Масі, чувак? Кажу, я. Так, пішли зі мною. А я ж в плач. Лякалась, думала, дюстів забрали, я ж не знала куди. А я в плач. А вона, доченька, ти не плач. Туди, 28 января, 45-го, а я вже була в госпиталі, ну, це ж, читайте, февралі, март, апрель. Три місяці з половиною я була. А в мою місяці тоді мене назначили, як її зняли, так мене назначили. І я була тією сестрою-хазяйкою до 46-го года, до 5 января. А це ви вернулись до дому, а що январі 46-го? Да. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор